Продолжим эту тему с Тарасом Загородни, это управляющий партнер национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, еще раз о обращении Владимира Зеленского к Европейскому Совету. Он сказал, что хочет организовать саммит мирного плана в Киеве, но понимает, что всем может быть трудно приехать в Украину, поэтому спросил, можно ли провести такой саммит в одной из столиц Евросоюза. А действительно, почему не Киев? Мировые лидеры, по-моему, сюда довольно спокойно приезжают, показывают, что они не боятся, когда был Джозеф Байден в Киеве. Я напомню, что даже сирена не помешала ему посещать памятные места в столице. Ну, смотрите, я думаю, тут вопрос количества. То есть, организовать, например, визит того же Байдена, ну, легче, например, если будет приезжать сразу, есть сколько там членов Евросоюза, там около 20 человек. Считайте, каждая еще делегация официальная плюс 10 человек. Тут технические возможности могут возникнуть в связи с организацией безопасности этих людей, потому что визит одной делегации легче организовать, чем визит и организацию работы сразу 20 делегаций. Ну, считайте, это где-то 200-300 человек должно приехать. Их нужно разместить, им нужно обеспечить безопасность и все, что с этим связано. Поэтому, возможно, это только с этим связано. Ну, посмотрим. Я думаю, конечно же, что при большом желании, может, они могут сократить делегации, и там может приехать, например, один человек и два помощника, например. Вот, как бы, ну, это, в принципе, не суть важных, где оно будет проходить. Важен сам факт, что Украина продвигает собственный план мира. Это очень правильная вещь для того, чтобы, который, кстати, уже проголосовывал ООН. Это позволяет осуществлять давление, в том числе на те страны, которые либо соблюдают видимость нейтралитета, либо тоже аргумент относительно единой позиции коллективного Запада, например, в переговорах с тем же и с Китаем, который собственный план выдвигают, который, конечно, ни разу не является планом, потому что там главного нет, наказание агрессора за его агрессию. И Зеленский, по-моему, кстати, уже предложил через китайского посла Китаю присоединиться к украинскому плану. Но это правильная позиция, потому что, если не ты предложишь, то тебе начнут играть разными способами. Проведение подобного саммита в одной из столиц Евросоюза, что это будет означать глобально? Я понимаю, что просто проведением саммита войну, естественно, не окончить. И что самое главное, сказал Владимир Зеленский, он сказал, что ускорите доставку оружия, иначе война затянется. Соответственно, я так понимаю, что главный месседж может быть на саммите именно этот, о оружии, о чем президент говорит постоянно. Ну, да, любое событие, любое напоминание себе – это в плюс. Почему? Потому что для западного мира, к сожалению, война в Украине уже давно превратилась в рутину. И они не реагируют на многие вещи, которые сейчас уже происходят в Украине. Ну, вот, например, помните, когда речь шла, какой ужас был относительно Бучи, да, то есть чуть ли не две недели об этом говорили все мировые медиа. А вот когда был освобожден изюм, в принципе, сопоставимые жертвы, ну, в принципе, оно так как-то прошло. Ну, да, это уже как статистика. То есть мы должны постоянно об этом напоминать себе, напоминать о том, что война идет, потому что это в наших интересах, опедалировать вопрос предоставления максимального количества оружия, ну и развивать собственные ВПК. Мы должны понимать, что некоторые виды вооружения, к сожалению, нам не передадут из соображений безопасности. В первую очередь, это речь идет о вооружениях, которые будут бить вглубь территории Российской Федерации. Это и дальнобольные ракеты, там от 500 до 600, может, до 800 километров и до 1000. Это беспилотники в промышленных масштабах именно по территории Российской Федерации, потому что западные страны будут очень осторожно давать нам оружие с условием, что оно будет применяться только по официально признанной территории России. Ой, извините, официально признанной территории Украины. Но наше оружие, если мы будем производить, в принципе, они не против. Как сказал глава Пентагона в достаточно иронической форме, когда, помните, в первый раз пролетел в аэродром Энгельс на 600 километров от границы с Украиной, он сказал как-то очень просто. Соединенные Штаты Америки не будут сдерживать развитие дальнобойных видов вооружения Украины. В переводе с дипломатического это означает, делайте сами, бейте по территории России, мы, в принципе, не против. То есть, без переноса войны на территорию Российской Федерации, к сожалению, эта война в действительности может затянуться на очень долго. Ну хорошо, а вопрос технологий. Делайте сами, но нужно же предоставить технологии. И, кстати, заявление о совместном производстве тех или иных видов вооружения. Может ли быть это относительно дальнобойных ракет? Ну, смотрите, технологии, так у нас есть свои технологии. У нас та же, например, та же Вильха, например, это аналог Хаймарса. Мало кто знает, это аналог Хаймарса, она на 120 и на 200 километров бьет. Тот же комплекс Гром-1, Гром-2 Южмаша, он вообще на 400, на 500 километров. Так беспилотники это вообще технически не такая сложная проблема при наличии у нас такого огромного количества кадров, профильных университетов, тех же специалистов КБ Антонова и всех остальных. Это вопрос масштабирования и внимания к этому вопросу. А технологии, ну смотрите, какие технологии? Вот взяли, разобрали шахет, посмотрели, как он сделан, взяли, скопировали. Никто же нам это не запрещает сделать, тем более, что он не такой сложный в производстве. Комплектующих проблем относительно импорта тоже нет, да, можно бери, покупай, делай. Либо вот эти же лансеты, которыми баражирующие боеприпасы, которые Россия активно применяет против техники нашей армии, так они вообще очень простые в производстве. Там вот я смотрел разбор аналитиков, там чуть ли микросхемы, которые берутся с детских игрушек. Но русские берут, потому что у них другого ничего нет. Но они этим занимаются, они этим занимаются, у них это масштабное производство. То есть у нас должен быть принцип ока, точнее два ока за одно око. Сюда прилетело 40 шахедов, туда аналогов должно прилететь 80. И лучше это каждый день, потому что без нарушения логистики российской армии, чтобы эти чмобики гибнули не в Макиевке, либо на территории Украины, они должны гибнуть на территории Российской Федерации. А так это вопрос масштабирования, опять же, финансирования и перехода экономики на военные рельсы. А так, в принципе, таких проблем я вообще не вижу. Ну, насколько я вот общаюсь со специалистами, которые этим занимаются. Ну, для Украины это не такой сложный процесс, особенно если по поводу вопросов ракет дальнобойной. Скорее всего, это надо строить подземные сооружения, которые, кстати, у нас есть еще с советских времен. Еще инфраструктура советской армии, потому что более сложное производство. То относительно беспилотников, так они в любом гараже могут делаться. Ну, точно у них нет таких ресурсов, у россиян, для того, чтобы гоняться за каждым производством в нашей стране. Про пусковые шахты, когда вы говорите, вы имеете в виду музей ракетных войск под Первомайском? Нет, нет, нет. Не шахты имеется в виду, производственные промышления. Со времен советской армии строились с подземными помещениями несколько комиссий, командные пункты. Они просто непонятно сейчас в каком состоянии. Я знаю некоторые объекты, говорить не буду, но я думаю, что те, кто надо, они знают, где они находятся. А эти же объекты, они строились с учетом удара тактической ядерной ракеты. То есть в Советском Союзе эти помещения были сделаны. И тут опять же вопрос, ну делайте, ройте, извините меня, помещения в горах. Это тоже, да, сложно, да, но это нужно в любом случае делать, потому что на будущее должны быть спрятаны производственные мощности. Ну, например, как в Израиле. Израиль вообще, мало кто знает, страна по территории чуть больше, точнее, приблизительно, как наша Львовская область. Так у них большинство производств под землей находится. Даже их неядерный реактор в пустыне Нигеев. Полностью подземное производство, то есть там, где они не производят ядерного оружия, которых у них нет. Давайте вернемся к самой формуле мира. Давайте я напомню, что Владимир Зеленский представил эту формулу мира на встрече глав государств G20, которая прошла еще осенью прошлого года. Документ состоит из десяти пунктов и охватывает такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная, энергетическая и также выведение российских войск с украинской территории. Я добавлю, что ядерная безопасность там тоже присутствует. США, страны Европейского Союза, Турция и другие государства высказались в поддержку этого плана. Генеральная ассамблея ООН в конце февраля на чрезвычайной сессии подавляющим большинством голосово добрила этот проект. Резолюция, инкорпорирующая ключевые предложения украинской формулы мира. Давайте послушаем и обсудим. Украинская формула мира, которую я представил осенью, это единственный реалистичный и всеобъемлющий план восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения безопасности нашему народу и всей Европе. Мы давно говорим с вами об организации саммита формулы мира. Я готов назначить саммит уже в ближайшее время в Киеве. Но все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Поэтому я призываю помочь нам с этим. Мы можем организовать саммит в одной из мировых столиц, одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно придаст. Тарас, я бы хотел немного больше конкретики по пунктам самим, потому что мы так говорим в общем. Вот есть такие и такие пункты. Десятый пункт, например, фиксация окончания войны. Как это должно произойти? Кто ее должен зафиксировать? И какой это должен быть документ, чтобы Российская Федерация не пыталась развязать новую войну против Украины? Ну, смотрите, официально же война не объявлена. То есть это... Ну, Россия специально этого не делает, потому что она понимает последствия. После 1945 года, когда была создана ООН, когда были прописаны последствия для агрессора, в принципе, никто официально войну друг другу не объявляет. Либо идут гибридные войны, либо каким-либо образом. То есть, в принципе, мирного договора без объявления войны быть не может. Скорее всего, это будет формат договора о перемирии. Да, вот как с Японией подписано сначала было с СССР, а теперь с Россией. У них же до сих пор нет мирного договора. Как, кстати, между Северной и Южной Кореей. У них официально нет договора. У них соглашение о прекращении огня. Вот оно уже сколько? 70 лет у них соглашение о прекращении огня. И, в принципе, договор о перемирии, как с Японией. Поэтому, скорее всего, это может быть в формате либо закона соглашения о прекращении огня, который, где могут быть взяты обязательства подписать договор мирный или что-то с этим связано, неизвестно когда. Но тут же вопрос неформальности договора, этот вопрос обеспечения безопасности Украины. Тут что будет следовать потом? Будет ли нам гарантия безопасности предоставлена непосредственно ядерными государствами? Как вот у нас сейчас, например, предоставлены гарантии безопасности Швеции и Финляндии, пока они вступают в НАТО. Берут ли сразу нас в НАТО? В какие сроки? Потому что в НАТО, в отличие от Европейского Союза, считаю, что у нас больше шансов вступить. Потому что мы НАТО нужны. То есть там понятен функционал Украины, и старая Европа, даже со скрежетом в зубах, имеется в виду Германия, Франция, не Италия, будет вынуждена принять Украину в НАТО. Вот. Поэтому вот так это как-то вот должно выглядеть, потому что, опять же, ни Украина, ни Россия не объявили друг другу войны. И я считаю, это правильно, что Украина не объявляет войну России, потому что, исходя из извращенной сейчас духа международного права, которое декларирует, это же ООН, которое обвиняет фактически, вот недавно был их отчет о том, что Украина, оказывается, нарушает правила ведения войны. И ай-яй-яй, и русские, и украинцы нарушают. То есть, ну, ребята, ну не хамели вы, честно говоря, других у меня слов нет. Так вот, если мы объявим войну, как ни странно, если мы объявим сейчас войну России, мы еще окажемся агрессорами. То есть, поэтому, как ни дико это звучит, но это может потом интерпретироваться как агрессивное поведение в отношении России. Вот, уже в будущих судах, разбирательствах, учитывая высокую коррупцию международных структур и наличие влияния авторитарных государств, таких как Россия и Китай. Поэтому, вот, резюмируя наш разговор, скорее всего, либо договор о прекращении огня, который будет иметь фактически функционал мирного договора, вот, с возможным подписанием какого-то нового договора, что-то аналога там о дружбе, сотрудничестве, где там будут уже обязательства России по выплачиванию репараций. Хотя, я сомневаюсь, что они это тоже подпишут, но их будут уже, их будут заставлять это делать. Там, скорее всего, должно быть требование относительно демилитаризованной зоны на границах с Россией и так далее. То есть, целый перечень вопросов, которые должны, вот, как правильно Зеленский говорит, должны обеспечить долговременную безопасность нашей страны. Вот, кстати, о вступлении в НАТО и в Евросоюз, как раз о вступлении в ЕС хотел с вами поговорить. Переговоры могут начаться уже в июне, то есть, по сути, через два месяца. Соответствующим призывом выступили 139 европейских политиков, лидеров мнений и деятелей культуры. Они направили общее обращение к главам государств и правительств 27 стран. Авторы отметили, что, несмотря на проведение во время полномасштабной войны смелых реформ, Украине нужно будет сделать больше для искоренения коррупции. И при этом подчеркнули, что ряд стран-членов ЕС до сих пор не предприняли никаких серьезных шагов для привлечения к ответственности собственных граждан, которые были политически, интеллектуально или финансово коррумпированы российским режимом. Давайте послушаем и продолжим. Чтобы развеять любую двусмысленность, давайте четко определим, что речь идет не о создании преференциальных условий вступления для Украины, а о решении относительно начала переговоров. Таким образом, любые бюрократические аргументы, такие как необходимость дождаться отчета комиссии, который должен быть обнародован осенью следующего года, политически неприемлемы. Украинцы борются за свою и нашу свободу и ежедневно платят за это высокую цену в виде человеческих жизней и разрушения своей страны. В этом контексте мы считаем, что любая отсрочка со стороны стран ЕС официального открытия переговоров о вступлении после июня 2023 года была бы неприемлема с политической, человеческой и моральной точки зрения. Из письма европейских политиков и лидеров мнений. Тут, конечно, можно задавать миллион вопросов, но постараюсь очень коротко сформулировать. Как вы видите, когда Украина, ну, Украина-то уже готова вступать в Евросоюз, но когда это может действительно начаться? Потому что Роберто Моцоло во Львове еще говорило о том, что да, мы начнем в этом году, когда конкретно вроде как в июне. Да, соответственно, премьер Шмыгаль говорит, что через два года Украина может реально вступить в ЕС. И разговоры о коррупции постоянно. Ну, уже есть антикоррупционный суд, есть уже национальное антикоррупционное бюро, специализованная антикоррупционная прокуратура. Ну, каких еще антикоррупционных действий не хватает политикам Евросоюза, которые говорят почему-то в основном о коррупции в Украине, и при этом молчат, например, о Венгрии у себя же в составе Евросоюза? Там вопрос не только о Венгрии, там в самой Германии до сих пор куча вопросов по поводу сотрудничества с россиянами. До сих пор вот это есть же замечательная история, когда глава правительства о непомирании там создала фонд, куда Газпром 20 миллионов евро скинул для продвижения фактически всех вещей, связанных с Северным потоком. Она, кстати, однопартийца социал-демократов, то есть она однопартийца Шольца. То есть как бы там вопросов очень много. Ну, смотрите, в отношении ЕС у меня пока большой скепсис. Я скажу почему. Потому что если в НАТО есть консенсус, зачем им нужна Украина, то есть, например, в Старой Европе интересно увеличение буферных государств от России. Второе. Украина за свой счет все-таки будет поддерживать систему безопасности. То есть понятен функционал Украины. В данном случае мы усиливаем НАТО, являемся специалистами по особым поручениям на территории Евразии. Англосаксы только двумя руками за, потому что им интересно усиление как раз в Восточной Европе для того, чтобы не было таких же флиртов, которые между Берлином, Москвой и Китаем, чтобы не восстанавливалась эта ось. Это понятно и ясно. Тут функционал ясен. С Евросоюзом немного сложнее, потому что тут Евросоюз — это же деньги. В Украину надо будет вкладывать очень много денег. Там дотации могут доходить от 80 до 100 миллиардов евро в год. Ну вот дотации в Венгрии, страна чуть меньше 10 миллионов населения, очень маленькая, дотации 20 миллиардов, по-моему, сейчас. Вот сейчас на скидку не помню, но около такого. Польша в разные годы получала как раз измеримо такие дотации от 80 до 90 миллиардов в год. Тут вопрос, в чем интерес Германии, чтобы принимать в первую очередь Украину. То есть я пока у них интереса не вижу. Брать на себя дополнительные обязательства, ну, во-первых, у них сложности будут с экономикой. Все-таки цены на газ резко упали, точнее подняли в связи с тем, что нет российского газа. И такого оптимизма нет. Там есть норвежский газ уже. Ну, все равно не та цена. Если газ российский был в среднем 200-220 долларов по долгосрочным контрактам, то, например, американцы предлагают Европе долгосрочные контракты, но по 350. То есть в США 300 долларов, самые низкие цены, а Европе они по 350 предлагают. Понятно, что вот это маржа не даст возможность с промышленности зарабатывать в Германии. То есть Германия абсолютно в этом отношении абсолютно цинично, расчетливо. И вот им, в принципе, что интересно? Им интересно, что они не скрывают, им интересны наши мигранты. А вот, в принципе, которые будут оставаться в Германии, работать на германскую экономику, в принципе, они этого вообще не скрывают. Это и Меркель еще говорил, это и Шольц говорил. То есть им все нравится, а Украину как дополнительный рычаг, точнее, для них баланс, чтобы брать на баланс. Но я не вижу пока у них такого желания брать. И вопрос, зачем? Зачем это им надо? Вот они лучше будут делать, чтобы все хуже было в Украине, тогда мигранты поедут в Германию. Вот это и логично с их стороны. Поэтому я считаю, что мы должны концентрироваться, в первую очередь, на НАТО, на системе безопасности. Почему? Потому что мы должны понимать, без системы безопасности у нас никакой экономики не будет. Длинные деньги к нам не зайдут, когда будут риски того, что... Ну, завтра прилетит ракета, да, в свое производство. У нас долгосрочная должна быть безопасность, тогда это будет реализовано. И плюс наш ВПК, когда мы до зубов будем вооруженными, будет понятно, что мы будем себя защищать. Ну, как с Израилем. Израиль вообще, как я сказал, крошечная страна, но когда они показали, что они способны себя защищать, ну, например, Интел там построил завод по производству микропроцессоров в 1974 году. Это через год после войны судного дня, когда Израиль вообще оказался на грани уничтожения. Да, Тарас, отличный пример. Я вам благодарен за эти разъяснения в нашем эфире. Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы, только что был на связи со студией.